Ровно год назад, когда мы работали над обзором игры Mists of Aiden , то задавались вопросом, жив ли отечественный геймдев, могут ли наши, русские небольшие инди-студии выдавать проекты, за которыми то что не стыдно, которые хочется рекомендовать всем и каждому. И в конце той работы мы поняли, что жив и что могут. Той самой небольшой инди-командой была StepHire Studio, да и собственно почему была, слава богу есть и даже вновь радует нас своим новым проектом, прогностик. Да, как и прошлая игра, это снова ужастик, но ужастик не простой, а детективный, впрочем сейчас все расскажу по порядку. Начнем с сюжета. Итак, начинается все с истории, рассказываемой нашим главным героем. Повествует он о том, что много лет назад его родители довольно жестоко убили, в живых остался только он и брат, и убийство происходило практически у них на глазах. Но, как это часто бывает, полиция решила, что причиной всего этого было простое ограбление, и то несчетное количество ножевых ударов, что получили папа и мама главного героя, ну просто стечение обстоятельств, что называется, оказались не в то время, не в том месте. Но, братья в это не поверили, ведь райончик, в котором они жили, был очень бедный, и идти воровать там что-то было крайне неразумно. Впрочем, как бы то ни было, что случилось, то случилось. После этой трагедии их забрала к себе бабушка. В семье раньше не очень-то любили о ней говорить, она была медиумом, и многие считали, что у нее просто поехала крыша. Забрав детей к себе, бабуля приступила к их обучению, учила обрядом, молитвам, и черт знает чему еще. Время шло. Парни росли, и постепенно оба они покинули ее, и как и их родители ранее начали игнорить бабушку. Спустя какое-то время они узнали, что ба убили, как и родители ее закололи ножом. И опять, как и много лет назад, полиция решила, что это просто ограбление. И ведь подобные несчастья были не только в их семье. Словно какая-то чертовщина поселилась в городе и творила свои бесчинства. И судя по всему, бабушка что-то знала. Все эти годы она пыталась что-то донести до своих внуков, но, хех, увы, уже поздно. Однако наш главный герой решает вернуться в старый дом покойной бабули и разобраться таки, что тут происходит. Вот такая вот затравочка. К слову, брат нашего героя трудится в этом городе полицаем, и мы начинаем работать вместе с ним сообща. Именно он периодически подкидывать будет нам дела, которые тем или иным образом помогут узнать правду. Итак, как же мы будем расследовать эти самые дела? Как я уже сказал, наш главный герой вернулся в дом к бабушке. Как я тоже уже говорил, бабуля учила братья своему ремеслу. И вот как раз используя все ее медиумные штучки-дерючки, мы и будем решать проблемы. Первое, что нам нужно сделать, оказавшись в доме, это прочесть дело и узнать задачи, которые нам нужно выполнить. И, конечно же, изучить досье на каждого фигуранта происшествия. После чего, чтобы, скажем так, чакры открылись, зажигаем ритуальную свечку, берем лозы и почему-то вот эти вот палочки авторы называют именно так. Хотя, может так они и называются, честно говоря, не шарю. И начинаем разбираться с первой механикой – поиск жертвы на карте. Разобравшись, как это делать, мы отправляем по почте брата улики, которые дошли. В ответном письме брат поясняет, все ли мы сделали правильно или нет. Если да, то ура, впереди нас ждет новый день и новое дело. Если нет, то начинаем расследование с самого начала. И я прям чувствую этот ваш димой вопрос – а ужастик-то где? Когда страшно будет? И да. Верно, поначалу вообще не понимаешь, почему эта игра относится к жанру хоррор. Ты просто ходишь по дому, да пусть не самому уютному в мире, но тем не менее. Ни бабаек, ни скримеров, ни даже жутых звуков. Да и квесты вот эти вот медиумные, с делами, с уликами и прочим, какие-то, ну на первый взгляд сложные, запутанные. Это, это, это что, это надо правила читать? Я что, сюда думать пришел или пугаться? Возможно, кто-то из вас воскликнет. Да, первый день обучения по сути и правда кажется таким, ну, вялым что ли. Но обучение оно ведь на то и обучение. Постепенно, с новыми делами будут вводить и новые механики. Вас научат искать предметы, которые дают подсказки об убитых. По дате рождения вы будете определять дату смерти и так далее и тому подобное. И чем больше вы погружаетесь во все эти медиумные дела, тем больше открывается ваш третий глаз, тем все больше чертовщины начинают происходить в доме. А когда вам объяснят, почему в этом особняке завешаны все зеркала, тогда вообще постоянно нужно будет держать ухо востро. И вот тогда, вот тогда, по-настоящему может стать страшно. Да блять! Да в конце концов, ну в каких хоррор играх вас начинают пугать с первых секунд. Это вполне нормально, что игра постепенно раскачивается, увеличивая накал страстей. Главное, чтоб под конец не было как в Penny Drive, когда просто шикарный ужастик в самом конце сделали просто унылищей на свете игрой. Ну ладно, вернемся к нашим бабулькам. Что же по итогу можно сказать про прогностик? Это отличный ужастик с элементами детективных головоломок. Вам нужно будет не просто бегать от монстров и пугаться, но еще и включать мозги. И знаете, после второго дела прям очень тяжело оторваться. Хочется еще и еще. Еще один день, еще одну загадочку, которую нужно решить. И при этом, пардонте, не отделаться от страха в некоторых моментах. А блять! Твою дивизию. Впрочем, вот как раз эти головоломки, которые являются по сути фишкой игры, кого-то могут и оттолкнуть. Далеко ходить не нужно. Буквально на днях на стриме по этой игре один из зрителей сказал, что это, мягко говоря, не совсем то, что он ждет от хоррора и пенумбра значительно лучше. Еще попрощался и ушел. Ну что ж, такое мнение тоже имеет место быть. Еще знаете, немного странно выглядит то, что игра от наших парней, но много в ней на английском. К примеру, озвучка в начальном ролике. И что особенно больно для меня, как для ачивка дрочера, это англоязычное описание ачивок. Не то, чтобы это была прям сильная проблема, да и вообще по сути не проблема, но зацепился глаз за это. Впрочем, причина тут тоже весьма понятна. Тут и финансы, и расширение рынка за пределами русскоязычного населения. Думаю, это никому объяснять не нужно. Конечно, багов и прочего тоже хватает, но стоит признать, ребята штампуют патчи чуть-чуть не каждый день, и многое обещают подправить, улучшить и доработать. Если вы любите вечерком пощекотать себе нервишки, играя в ужастик, крайне рекомендую не проходить мимо данного творения. Уверяю, наверняка многих зацепит. Тем более, стоит на стиме она сейчас менее 200 рублей. А на сегодня у меня все. Всем, как всегда, большое спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться и ставить лайки. И, как всегда, до новых встреч в новых кроликах. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok